Звучит музыка Поэтому именно традиционный вид, какого пения, она всегда связана с энергетикой Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Это был самый потрясающий отдых в моей жизни Спасибо команде Алтай Place of Power и нашему прекрасному гиду Роману Я обязательно вернусь в Алтай Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Да Да Называется топшур Топшур идет из нескольких тысячелетий Такие инструменты находили в курганах И это говорится о том, что 2,5-3 тысяч лет назад использовали такой инструмент Технология такого инструмента сохранена до сих пор. Данный инструмент сделан именно по той же технологии, как в древности. Мне достался он на дяде. Я взял для того, чтобы в оригинале показывать, рассказывать, извлекать звук, чтобы вы послушали именно, как несколько тысяч лет назад звучала мелодия. Субтитры создал DimaTorzok Мы находимся на Алтае. Это Улаганский район. Я Асканаков Алексей Икимович, сказитель Республики Алтай. Ну и занимаюсь горловым пением. Хай называется. Горловое пение. Хайчи – это человек, который занимается горловым пением. Ну и хай. Ну и поет горловое пение, эпосы, сказки, сказания, что они там уродили свое сочинение тоже. Слов очень много спожих, поэтому понимаем. Такие слова есть. Деньги, солнце, солнце, ай, луна, тенгери, небо, муу, аллака, коль, озеро. Деньги… А здесь на чем? Море? Море. Море. Ага. Деньги, океан. А, океан. Ага. А море у нас талай. Талай. Ага. Море, тенгиз, океан. А здесь на чем верят люди? Какая здесь религия? У нас язычество. Ага. Это у нас шаманизм получается. Древняя религия, древняя вера, вера в природу, вера во вселенной, вера в тенгри, это все вместе есть язычество. Ну, это древний алтай, как называется. Ага. Это поклонение Алтаю. Ага. Почему мы поклоняемся Алтаю? Потому что это прародина, наша прародина, прародина юрских народов, и она связана именно для того, чтобы оберегать природу, сохранять природу. Ну, и общаться с природой, как с живым, хотя она есть живая, но и ставить даже выше себя, чем природу, выше себя ставить. Поэтому она именно направлена на сохранение Арбуткен, называется. Ага. Арбуткен. Ага. 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 В концерте сказали, когда родник видит, здороваетесь, пообщаетесь. Это тоже часто вера получается? Это традиционная вера, она заложена в традиции. И все, что мы делаем, это именно традиция. Это, можно сказать, внутренний порядок, уклад жизни человека. Что нужно делать, что нельзя делать. Но это как бы не религия. Это внутренняя связь с людьми и с природой. А по религии, какие обычаи обычно? Что делают люди? У нас есть обряды, делаются в верах. Обряды на тяжу бюр, это на зеленую листву весной. Сар бюр, это весенние, воясенние. Есть делгаях, это делгаях или проводы зимы. Это тоже как бы масленица у русских народов. У мусульман он называется наурус. Это и есть один разник. Ну и что у нас еще есть? Новый год у нас встречают в середине февраля месяца. Зависит от звезды, который это созвездие Плеяды. И она когда очень близко с наклонением оси, она очень близко приходит. Один год, один раз Луна приходит сюда, потом она обратно до леса начинается. Вот этот именно как раз очень близко когда проходит, с этого начнется именно Новый год. Зависит от троллейбезы, у нас тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok